Российские рыбопромышленники могут столкнуться с нехваткой наиболее ценных ресурсов уже в 2025 году. По прогнозам Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра, или сокращенно ТИНРО, сокращение популяции, увеличение мощностей флота и расточительный характер промысла грозят снижение общего допустимого улова, например, краба и ментая, в несколько раз. Участники рынка опасения ученых разделяют лишь частично, но допускают, что ситуация может привести к ухудшению финансового состояния отрасли. По мнению ТИНРО, негативно на улов сказывается в том числе особенности промысла. Большинство краболовов предпочитают продавать ресурс в живом виде, из-за чего около 80% улова, не подходящего по характеристикам, выбрасывается забор, что приводит к гибели краба. Кроме того, в Ассоциации добытчиков ментая прогнозируют снижение общего допустимого улова ментая к 2023-2024 годам на 15-20%. Лососевая путина в нынешнем году выдалась непростой. Предприятиям пришлось работать в условиях ограничений, введенных из-за коронавируса, а подходы лосося оказались ниже ожидаемого. Вылов на Дальнем Востоке составил 297 тысяч тонн. Это наименьший показатель за последние 10 лет. Для сохранения ресурса традиционно вводились ограничения рыболовства. Наука отмечает, что принятые меры позволили снизить промысловый пресс на запасы Камчатского залива, Амура и Лимана, Сахалина. Так на Амуре удалось обеспечить заполнение нерестилищ летних лососей на 80% от оптимума, выполнить госплан по закладке икры на инкубацию. Конечно, ограничения промысла сказались на уловах. Ученые уже не первый год говорят о том, что запасы лососей будут неустойчивы. Вполне вероятно, что сейчас наблюдается завершение этапа сверхвысокой численности тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке. Более подробно обо всем расспросим нашего гостя в студии Денис Катюк, руководитель Хабаровского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Денис Владимирович, доброе утро. Доброе утро. Ну вот все-таки квоты на вылов даются с учетом ваших расчетов. И как рассчитывается вообще вот такое количество рыбы? Есть какие-то наверняка методики? Да, безусловно. Это довольно-таки непростой процесс, потому что мы должны не просто учесть, какое количество рыбы присутствует в наших водных объектов, в морях или в реках, но мы должны еще и сделать прогноз, потому что учетные работы мы проводим в определенный год, а вылов происходит с некой заблаговременностью. Заблаговременностью, как правило, минимум один, а то и два года. Ну и самое, наверное, сложное, сложный процесс – это определение величины изъятия. И для разных видов рыб он определяется по-разному. У каких-то рыб, ну, допустим, как у минтай, который вот сейчас затронули, все зависит от возраста массового полового созревания. Чем выше возраст созревания, тем меньше возможная доля изъятия. Ну, это такой принцип, если просто сказать, рыбе нужно дать возможность хотя бы раз в жизни отнереститься. То есть если минтай созревает в 7-8 лет, то, соответственно, мы должны дождаться, когда вот это поколение дорастет до 8 лет, вот, и уже вот от этого поколения 8 лет можно изымать. Ну, при возрасте 8 лет эта доля изъятия составляет не более 20-18%. А если говорить о лососевых, то вот как оценивается количество рыбы этой в нашем регионе? У лососевых маленько другой принцип. Это рыбы другие, рыбы-моноциклики, то есть рыбы, которые не рестятся один раз в жизни, после чего погибают. И для них действует немного другой принцип. Принцип связан с таким свойством. Нужно обеспечить оптимальное количество рыбы на нерестилищах. Для каждого региона, для каждого вида определен такой оптимум пропуска, который мы своими мониторинговыми работами обеспечиваем. Ведь каждая путина, она информационно сопровождается. Практически в ежедневном режиме происходит сбор информации, присутствуют наши наблюдатели, ученые, будь это лососевая путина, или та же охотоморская путина. Все в ежедневном режиме. В Росрыболовстве создана система, она называется ЦСМС, Центр систем мониторинга. Суда, ведущие промысел в море, ежесуточно делают донесения. Они называются судовые суточные донесения. Мы их в онлайн видим, и практически те специалисты, которые профильные занимаются тем или иным видом водным биоресурсом, практически ежедневно смотрят информацию, в каком районе, какие уловы, сколько добывают суда, падают уловы, или они возрастают. По Тихоокеанским лососям аналогично происходит. И каждую неделю, по вторникам, у нас проходят оперативные штабы на площадке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации с подключением всех научно-исследовательских рыбохозяйственных институтов, управлений рыбводов, территориальных управлений, погранслужбы, все, кто задействованы в сопровождении рыболовства той или иной пути. В общем, информация собирается прямо из разных источников, да я так понимаю, и это позволяет прогнозировать вот так вот немножко чуть-чуть на будущее. Прогнозировать. Это и позволяет обеспечивать именно рациональный промысел. Ни о какой рачительности, вот, росрыболовство или рыболовство не может идти речи, потому что в настоящее время сформирована вся нормативно-правовая база, и существует сеть научно-исследовательских институтов, контрольно-надзорных органов, которые и обеспечивают вот эту неистащимую эксплуатацию наших природных ресурсов. Потому что все-таки рыбное хозяйство и рыбная отрасль – это одна из площадок определенной такой продовольственной безопасности Российской Федерации. Я правильно понимаю, что принимать все меры, чтобы популяция успевала восстанавливаться, да? Насколько реально добиться этого результата? Ведь мы видим, что рыбы вроде бы с каждым годом все меньше и меньше. Хотя на Камчатке вот был просто бум какой-то, по-моему, год назад или два года назад. Хороший вопрос. Почему? Потому что люди, наверное, помнят только самые яркие впечатления в своей жизни. И всем кажется, что вот у нас в нынешнем году много рыбы, и так было всегда. Ну вот немножко обратимся к истории, что вот этот объем вылова, ну почти 300 тысяч тонн лососей – это почти исторический максимум. Исторический максимум наблюдался у нас два года назад, когда на Дальнем Востоке добыто было 500 тысяч тонн, полмиллиона тонн. В 70-е, 80-е годы Советский Союз на Дальнем Востоке добывал 150-180. То есть в современной России мы добываем в два раза выше. И это считается период еще повышенной численности этих океанских лососей. Да, он сейчас снижается, и именно в период снижения, как правило, обостряются все кризисы, кризисы рыболовства. Никто не задумывается о сложностях, когда у нас период повышенной численности, когда мы можем наращивать количество судов, количество перерабатывающих рыболовных баз или береговых. А вот в период снижения именно это то время, когда приходится принимать жесткие решения, вплоть до кардинальных запретов. Если сказать о Минтае, то на сегодняшний день оду Минтая – это почти 1 миллион 200 тысяч тонн. Это тоже исторический максимум. И нужно сказать, что вот это количество оду, оно, ну, безусловно, оно будет снижаться. Безусловно, наши рыбопромышленники будут ловить меньше, но ведь основная масса этого Минтая – это экспортный объект, и столько Российской Федерации не нужно. Другая сторона, что, ну, потребность рождает цену. И в случае, если оду Минтая будет меньше, ну, меньше миллиона, там, 900 тысяч тонн, то уже цена на него будет в полтора, в 1,6 раза больше. На сегодняшний день наблюдается самая низкая цена на Минтай на мировом рынке. То есть она составляет меньше тысячи долларов за одну тонну. Если Минтая будет в два раза больше, то я полагаю, что и его цена будет, там, 1500-1800, как, впрочем, это было, когда оду Минтая в Охотском море было меньше одного миллиона тонн. Денис Владимирович, вам большое спасибо, что помогли все-таки разобраться в этом вопросе, потому что, ну, действительно, приятно пообщаться с специалистом, который разбирается вот в этой сфере. Денис Кацук был у нас в студии, руководитель Хабаровского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.